Голосование на выборах давно стало для россиян доброй семейной традицией. Зачастую люди приходят на избирательные участки с детьми, родителями и со своими вторыми половинками. О жителях округа, которые проголосовали всей семьей, наш следующий сюжет. Ходить на выборы дружной большой командой – традиция многодетной семьи Негинах. Несмотря на то, что избирательное право есть пока только у двоих, остальные члены семьи тоже с удовольствием принимают участие в этом процессе, наблюдают за родителями и берут с них пример. В прошлом году Негины выиграли во всероссийском конкурсе «Семья года». Сейчас участвуют в еще одном федеральном проекте «Всей семьей на выборы». В память об этом дне – общесемейное фото. Мы влияем на будущее нашей страны и показываем этим, что нам это не безразлично, именно то самое будущее нашей страны. Я проголосовала дистанционным способом, потому что не знала, в какой день получится прийти, не получится, и выбор пал, что надо проголосовать дистанционным способом. Я, когда вырасту, тоже буду обязательно ходить на выборы и голосовать. Всероссийской акции «Все семьей на выборы» присоединилась и чета Носковых. Евгения и Анна больше 20 лет работают в филиале «Мострансавта» в Люберцах. Евгений – водитель автобуса, бригадир 470 маршрута. Она – заведующая общежитием. Свою гражданскую позицию семейная пара выразила на избирательном участке 1482. Мы за традиционные семейные ценности, мы за развитие страны, поэтому мы не могли сюда не прийти. Мы сегодня пришли с супругом, но мы обычно ходим все вместе, но у нас сейчас сын на СВО находится, так, как он там уже проголосовал. Дочка на своей территории, они в котельниках живут с мужем и с внучкой. Виктор и Наталья Сороковых на выборы главы государства пришли с 4-летним сыном Александром. Супружеская пара дала свой голос в поддержку кандидатов в президенты на участке 1524 в поселке Октябрьский. Здравствуйте. Какой у вас дом? Здравствуйте. Добрый папа. В октябре 2022-го Виктор Сороковых добровольцем пошел на СВО. Служил в мотострелковых войсках, был заместителем командира взвода. Спустя шесть месяцев получил тяжелое ранение в область сердца, вернулся в Люберца и стал заниматься общественной деятельностью. Мы голосуем не только за президента, но и за двескорного главнокомандующего. Нам нужен сильный, уверенный в себе человек, который поведет нас только вперед. Наша Россия, она всегда была сильной, могучей. Мы голосуем за светлое будущее и за будущее наших детей. У нас есть ребенок от 4-го года, и обязательно планируем продолжение, потому что мы живем в светлой стране. Всероссийская акция «Все семьей на выборы» приурочена к объявленному в 2024 году семьи. Это один из многочисленных проектов, который направлен на укрепление традиционных семейных ценностей и еще одно напоминание, что семья – это основа государства.